Продолжение следует... Оренбургская область. Она расположена в предгорьях Урала, на границе с Республикой Казахстан. В 18 веке здесь проходила линия оборонительных сооружений, защищавших юго-восточные рубежи России. Под защитой военных в крае обосновываются хлебопашцы и купцы. Оренбург становится главной крепостью, крупным торговым центром и местом ссылки. Сегодня это современный промышленный и культурный центр – ворота в Казахстан и Среднюю Азию. В 1938 году в Оренбург ссылают памятник Чкалову, который не понравился Сталину. Легендарный летчик не имел никакого отношения к Оренбургу, но после установления этого монумента город 19 лет назывался Чкалов. Мы прилетели сюда в холодный осенний день. На улицах было немноголюдно, только мальчишки гоняли на своих скайбордах. Да заезжие футбольные фанаты пророчили победу своей команде. Мы не могли долго задерживаться в этом красивом, старинном городе. У нас не было времени осмотреть все архитектурные и исторические памятники. Путь наш лежал дальше. По дороге к цели нашей командировки мы увидели необычное дерево. Все его ветви были обвязаны разноцветными лоскутками. Многие водители останавливаются здесь, чтобы набрать из родника целебной воды и, оставляя на этом дереве свой лоскутик, загадывают желание. Мы тоже набрали воды и завязали на дереве ленточку, пожелали себе удачи, потому что впереди нас ждали не самые приятные встречи. Нашей целью был Соли-Лецк, город, где находится одна из самых суровых колоний России, известная как Черный Дельфин. Маньяки из Черного Дельфина. Тех, с кем нам предстояло встретиться, ненавидят и презирают даже в колонии. Это насильники, педофилы. Вот они, четверо пожизненно заключенных. О них и пойдет речь в нашем фильме. Конечно, проводя съемки в судах, СИЗО и колониях, нам уже приходилось встречаться с подобными изуверами. Но на этот раз мы хотели сделать обобщенный портрет, показать, что действительно представляют из себя те, кого называют маньяками. Смотри, в четвертый ошколы. Администрация колонии оказала содействие нашей съемочной группе. Всех, кого мы отобрали, изучая уголовные дела, приведут к нам для разговора. Синкин Сергей Борисович. Под предлогом покататься вывез за горо трех малолетних девочек. Совершил поочередное изнасилование девочек, одно из которых убил на глазах у остальных. Перед приводом преступника камеры тщательно проверяются. Решетки простукиваются. Муханкин Владимир Анатольевич. В период с января по май 1995 года, в течение четырех месяцев, совершил 22 преступления, кражи, разбойные нападения на граждан. Убил 8 человек, из них трех малолетних детей с особой жестокостью. Не случайно таких преступников при перемещении из камеры в камеру сопровождают несколько человек с собакой. Рыльков Олег Викторович изнасиловал 37 малолетних девочек. Из них четырех убил жестоким образом. Вот в такой позе находятся серийные убийцы вне камер. Это требование режима. Шипилов Сергей Александрович. Совершил насилие и убийство 12 женщин с особой жестокостью. Каждый из этих заключенных особо опасен. Каждый склонен к побегу. Здравия желаю, гражданин начальник. Докладывают о сужбе Рылькова Олег Викторовича 1966 года. Здравия желаю, гражданин начальник. Слушать то, что они говорят, невыносимо. Невозможно представить себе, что эти четыре маньяка изощренно изнасиловали 52 человек, из которых 40 были малолетние, убили 25, из которых 7, дети до 9 лет. Прежде, чем начать разговор, они обязаны представляться. Здравия желаю, гражданин начальник. Докладывают о сужбе Рылькова Олег Викторовича. С 1959 года рождения. Осужден по статьям. 102, 105, 131, 222, 223, 158. За убийство 12 человек 25 октября 2000 года Охранительный спаситель судом приговорен к пожизнему решению свободы. Вопросов жалов и заявлений к администрации нет. Скажите, вы сколько уже лет здесь находитесь? В этом учреждении? Девятый год. А вот какие годы в этой тюрьме самые тяжелые? Первые или наоборот последние? Конечно, самые первые. Сколько это длится момент привыкания, что называется? Пока карантин идет, года полтора. Полтора, да. А вам до этого приходилось в каких-то других, бывать, колониях? Ну, я же сюда заехал, ну как, на бесконвойном содержании я совершил преступление и заехал сюда уже с общего режима. С общего режима, да? Да. А до совершения преступления вы кем работали? Ну, последнее место работы мастер производственного учения. В лице. В лицее? Да. Вот можете нам рассказать, как у вас так случилось, как произошло это первое преступление? Ну, как первое преступление. Там просто человек на мне деньги решил заработать, вот и все. 96-й год, денег нигде нет. Просто с девушкой познакомился. Съездили, отдохнули. Я ее домой увез. Компенсировал я ее заработок дневной, скажем так. Работала она на базаре. Она увидела у меня деньги, решила еще заработать. Написала заявление, отдала в милицию. Вот меня приняли и все. Она написала? А обратно заявление уже сейчас не берется. А заявление какое написала? А в факте изнасилования. А изнасилования никого не было, да? Нет, там все обоюдно было. Хорошо отдохнули целый день на природе. А вот результат вот здесь теперь сижу. То есть вы попали в эту колонию поселения, да? Нет, я попал на общий режим вот за это преступление. За изнасилование? Да, за свое якобы изнасилование. И больше вы никогда эту девушку, женщину в глаза не видели, да? Только на опознании в этом самом уголовном розыске все. Больше не видел. Она так прямо и заявила, что пускай платят, я заберу заявление. Ей сказали, что сейчас заявление не забирается. Если заявление написано, обратной хода нет. И в результате я получил 8 лет. То, что рассказал нам Шипилов, скорее всего легенда, придуманная для своего оправдания. Потому что в приговоре, вынесенном ему 16 января 97 года, снова пойдет речь о действиях сексуального характера с применением насилия. Только теперь изнасилование будет сопровождаться убийством. Этот приговор ему вынесут в Архангельске. Все преступления Шипилов совершит на территории области, уже находясь в колонии-поселении. Он с маниакальной страстью высматривал, выслеживал своих жертв. И именно тех, кто легко согласился бы вступить с ним в сексуальные отношения. Он думал об этом и летом, и зимой, днем и ночью. Молодые девочки, была главная тайная страсть маньяка Шипилова. Но вы же были в колонии. Как вам удавалось все это на свободе? Я на бесконвольном содержании работал на машине, на синезаторской бочке. То есть у меня был свободный выезд в город. И в этом городе я познакомился. Подсадил вот так же точно и отдохнули точно так же. А потом она стала угрожать, что там будет, поедет на эту самую, в состоянии алкогольного опьянения, стала угрожать мне. Вот и получилось так, первый случай. То есть она тоже угрожала, что напишет заявление об изнасиловании, да? Ну да, пойдет на учреждение. Я же не прятался, у меня же нагрудный знак на груди и все. Тем более она судима два раза. Ну а почему она вот так вот... Ну не знаю, что у нее там, пьяные угары, что там произошло у нее с головой, я не знаю. И что дальше было? Ну вот с этого началось, а потом я начал целенаправленно... То есть вы ее убили, да? Ну да. А потом целенаправленно уничтожал тех, кто как-то со мной едет вино пить в лес. Все там и оставалось. Но не каждая женщина сядет в ассинизаторскую машину. Не каждая поедет с водителем, носящим тюремный нагрудный знак. Поэтому Шипилов выискивал подходящие кандидатуры. То есть вы уже совершали эти преступления, что из мести женщинам вообще? Ну, скажем, не всем женщинам, которые женщины едешь, там же как подсаживаешь на остановке или где-то там подсаживаешь, едешь, разговариваешь. Если нормальная женщина, зачем я ее буду, что-то это самое. Я ее высадил, довез до места, высадил, еще что-то помог там делать. А если которая ехала со мной куда-то в лес, там вино пить, там еще что-то делать, все там и оставалось. То есть вот такая вот это самое... Ну, это почему совершали? Потому что боялись, что они могут как-то... Нет, это уже потом, не боясь, там уже чисто целенаправленно. Там уже установка была такая. Если проститутка, значит в лес. Маньяк в криминальном смысле, в криминальном понимании, это человек, одержимый жаждой убийства и, как правило, с сексуальным компонентом, с сексуальной подоплекой. И даже если маньяк не совершает сексуальных действий с трупом, он над телом так или иначе глумится, что дает ему сексуальное удовлетворение. Тяжело слушать эти признания об ужасающих злодеяниях. Человек в здравом уме с нормальной психикой не может совершить ничего подобного. Но в том-то и дело, что это не всегда соответствует действительности. В материалах каждого подобного уголовного дела имеется акт о проведении судебно-психиатрической экспертизы. И каждый маньяк, находящийся сегодня в черном дельфине, был признан экспертизой вменяемым. Даже такой, как Муханкин. За период кратковременного нахождения на свободе, лишивший жизни восьмерых человек, не был признан врачами психически больным. Да, Муханкин и сам утверждает, что он никакой не маньяк, а вполне здравомыслящий человек. Здесь мерзости такие есть, которые намного хуже и страшнее преступления. Они в поле зрения телекамеры просто не попали. И вот здесь просто сидят, и мне, допустим, вы сказали, а, маньячила, там, это... Помимо того, что я терплю, помимо того, что мне и так неудобно, и нехорошо, и больно внутри, а еще и когда осужденные мне это говорят, которые страшнее, по 19, по 20, там, и более преступлений страшных совершили, как будто я сказал, что... Та Чикатило, как будто, как цыпленок напротив меня, что ли, и они потом вывели такого гуся, вот, образно говоря, вот. Раз у него за два месяца восемь трупов, столько преступлений, то он тогда переплюнул Чикатило. В судебно-медицинской экспертизе подвергается каждый педофил. Трудно поверить, что здоровый человек способен совершить нечто подобное. Но даже такой изувер, как Крыльков, был признан вменяемым. А ведь за ним тянется почти бесконечная цепь преступлений, где одно страшнее другого. Когда вы начали убивать? Что случилось? Ну, это уже в 96-м году, уже перед тем, как раз после этого я уже ушел, скажем так, в бега, что ли, в розыске я был в течение года практически, до того, как меня задержали, после вот этого, после первого убийства. Ну, там я девочку заманил в лес, на окраину города, там в лесу. И там изнасиловав, убил. А почему убили, если бы других не убивали? Ну, здесь еще сыграл такой мотив, что эта девочка знала меня. В том дворе, где она жила, жили знакомые наши, у которых тоже была дочь. И они с моей дочерью иногда играли по дворе, поэтому она меня знала. Ну, вы-то знали, что она вот знает? Ну, да. И пошли, тем не менее, на это? Да. То есть вы заранее знали, что ее бьете? Да, ну, да. Нередко мы слышим, что какая-то девушка выбросилась из окна, другая повесилась. Хорошо известно, что те, кто подвергся насилию, становятся склонными к суициду. И пусть никому не покажется странным, что Синкин, осужденный за одно убийство, оказался здесь, в черном дельфине. Он не только изнасиловал шестилетнюю девочку, но и убил ее. На глазах подруг, чтобы запугать их. После этого он изнасиловал и других девочек. Когда меня посадили в тюрьму, меня, естественно, посадили к таким, как и я, кстати, имею. Меня там задумали изнасиловать тоже, потому что посадили к таким людям специально, которые понимают в этом деле толк. Людей, которые сидят за то, что я сижу, в зоне не любят. И ненавидят, можно так сказать. А почему? Потому что тот, кто убьет меня, ну, что ему решат бани, говорят у нас. И только. Они же это понимают, что за меня им ничего не будет. В наши дни появляется все больше людей, которые, не являясь психически больными, руководствуются в своих поступках не разумом, а инстинктами. Видимо, что-то произошло в нашей жизни, что позволило этим инстинктам вырваться на свободу. Каждый раз, вы говорите, вы убивали человека. Это сейчас вот, когда уже сколько-то времени прошло, когда все уже осознал, аналитически прокинул, там уже другое дело. А тогда нет. Это, ну как, неостановимо. Это своего рода наркотик. То есть, человек, который приступил вот эту черту, он уже не остановится. Бесполезно. То есть, вам это что, было необходимо совершать вот такие? Ну как, необходимо, необходимо. Там иногда над собой делаешь усилия, проезжаешь, там не останавливаешься. А потом, рано или поздно, все равно происходит, ну как, срыв, не срыв, все равно. То есть, процесс повторяется. Ну это что, это мания, что ли, да? Ну не знаю. По-медицински называется мания, а по-уголовному серийное преступление. Если мания, здесь не сидят маньяки, здесь сидят осуждены за преступление. Маньяки сидят в сумасшедшем даме. А здесь сидят серийные. Мы встречались и с маньяками. Ну это называют, называют так маньяки, а так нет. Если маньяк, он больной человек. А если он здесь сидит, он уже не признанный. Он признан здоровым человеком. Ну конечно, это конечно. Но тем не менее, они сами, например, вот люди, с которыми мы разговаривали, они признавали, что они просто уже были запрограммированы на подобные преступления. Я тоже, я тоже это подтверждаю, да? Их немало в черном дельфине. Тех, кто осужден за убийство, связанное с насилием. Тех, кого презирают, даже другие заключенные. Их имена давно уже стали синонимами зла. Осыпаны проклятием миллионов людей. Маньяк. Серийный убийца из Ростова на Дону Чикатило. По какой-то страшной иронии судьбы школьный учитель. Ветеринар из Московской области. Охотник за детьми. Не только убивавший, но и мучивший детей перед смертью. Головки. Их обоих расстреляют. Но это не остановит появление новых маньяков. Михаил Викторович, можно сегодня говорить о серьезном росте преступлений, совершенных маньяками? Если говорить о цифрах, ну вот, руководство МВД и прокуратуры в отношении педофилов, педофилов, подчеркиваю, озвучило рост преступлений в 25 раз. В 25 раз стало больше насильственных преступлений, сексуально-насильственных, в отношении детей. Не так давно в России, по примеру США, стали появляться интернет-сайты с информацией о педофилах, уже задержанных или находящихся в розыске. Это предупреждение об опасности. Но, к сожалению, далеко не полное. Ведь тех, кто представляет реальную угрозу для наших детей, гораздо больше. Для себя, вот можете ответить искренне, если бы вы сегодня оказались на воле, вы могли бы остановиться? Могли бы не совершать того, что вы совершали раньше? Да, мог бы, конечно. Абсолютно, конечно, кристально чистым. Я сам себе не могу такой дать гарантии. Слышали? Он не может дать гарантии. А это другой, так называемый битцевский маньяк, Александр Печушкин, убивший молотком 61 человека. Вот что он заявил на суде после вынесения приговора. Я еще вернусь в битцевский парк. Моя рука хорошо помнит молоток. Моя рука хорошо помнит молоток. Я еще вернусь в битцевский парк. Нет, он больше не вернется в битцевский парк. Да и куда ему возвращаться, если даже родная мать сожгла все его фотографии? В нашей памяти все они останутся чудовищами.